Добрый вечер, друзья мои телезрители! Продолжаем нашу работу в прямом эфире. С удовольствием представляю нашу гостью. Это директор Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Григорьевича Вадимова, заслуженный работник культуры Украины Елена Григорьевна Редько. Добрый вечер, Лен Григорьевна. Всегда рада видеть нас в нашей студии. Это не только личностная приязнь к вам, это еще и потому, что вы всегда приходите с пустыми руками, что называется, с какими-то интересными новостями. Потому что в театре постоянно что-то происходит, и всегда есть о чем рассказать, есть с чем поделиться. Самый ближайший ваш выход в люди, выход в свет состоится в четверг. Я бы сказал завтра, но мы что-то будем видеть в повторе. В ближайший четверг. Рассказывайте, что же такое будет. В прошлый год мы помним, какой был такой флешмоб, да, open air. Мы уже несколько лет стараемся порадовать, выйти в город, выйти к одесситам, и тем самым пригласить их на открытие очередного сезона. Этот сезон у нас, конечно, отличается от предыдущих тем, что он юбилейный, 70-й. И очень будет, как всегда, в общем, как всегда у нас очень активный. И начнем мы его вот в четверг в 17 часов от гостиницы «Пассаж», Дерибасовская, угол Преображенской, пройдем по Дерибасовской до оперного театра, потом вниз спустимся на Приможский бульвар. Давайте мы посмотрим, у нас есть схема движения театра, причем все будут в костюмах. Вот, посмотрите, вот тут все красной нитью, собственно, и нарисовано на карте нашего города. Да, с этим можно познакомиться на нашем сайте, с нашим маршрутом, и во всех соцсетях, везде это есть. Называется наш выход «Марш в театр». Эти два слова, в общем-то, носят двоякий характер. Ну, ироничный, типа «Марш в театр». Во-первых, мы идем маршем театралов, и очень надеемся, что к нам присоединятся наши поклонники, наши зрители. Мы будем этому только очень рады, если с нами вместе наши любимые зрители пройдут этот маршрут. Мы, и тем не менее, вы сами говорите, что это ирония, но в каждом юморе есть какая-то правда. Да, мы действительно хотим позвать всех в театр. Мы открываем 29-го свой юбилейный сезон на сцене нашего театра спектаклем последней нашей премьеры «Веселая вдова». «Веселая вдова». Сразу и в субботу, и в воскресенье, и практически уже каждый день, кроме вторника, весь август мы очень интенсивно будем показывать все наши последние достижения. И вот в ближайшие дни это и «Ночь перед Рождеством», и «В джазе только девушки». Потом, к большому сожалению, наш Ромео заболел, и у нас вместо спектакля «Ромео и Джульетта» пойдет 1-го числа спектакль «Кинтервильское привидение». В общем, весь наш репертуар можно будет за август, конец июля и август посмотреть. Мы очень бы хотели, чтобы и одесситы, и гости, гости одесситов вместе, и просто гости нашего города посетили наши спектакли, посмотрели, порадовались. Потому что мы несем позитив. И очень бы хотелось, чтобы люди отвлеклись от телевизионных программ, от толчаи в автобусе, от жары на пляже, и пришли к нам в театр. У нас прохладно, у нас весело, у нас красиво, ярко, празднично. Ну, еще какие можно сказать о себе красивые слова. Наверное, все это можно сказать. А как будет выглядеть этот марш? Давайте вернемся. В четверг в 5 часов, да? В четверг не в 5, а в 7. В 19 часов, да. В 18 часов мы отъезжаем от театра на электромобилях, любезно предоставленных нам облконцерт-сервисом. Есть такая организация в Одессе. В сопровождении Духового оркестра военной академии, которые тоже будут в театральных костюмах. Так как у нас состав духовой не очень большой, нам пришлось привлечь наших друзей. И я очень благодарна, что так отозвались и участвуют в нашем этом проходе, в нашем шествии. Мы приедем на Дерибасовскую. Там в сопровождении возглавит нашу колонну один электромобиль, в котором будут сидеть наши корифеи. Евгения Михайловна Демская, Идалия Валерьевна Иванова, наши народные артисты, которые сегодня активно работают, наши постановочные, наши главные специалисты. За ним будет идти Духовой оркестр, а за ним и вся труппа. И не только артисты, но и все члены коллектива, я думаю, что будет... Все в образах, да, все в костюмах. Артисты, естественно, будут в костюмах совершенно разных. Ну, я буду в образе директора. Я своему образу не изменяю. В общем, хотелось бы, конечно, похулиганить. Да я и, в общем-то... Сама эта идея не моя в этот раз, а моих коллег, молодежи, которые работают у нас. Я думаю, что эта идея интересная. Но, в принципе, мы не уходим от идеи флешмоба тоже. Но это будет не завтра, не 28 числа, а это будет 4 числа. В Аркадии, в том месте, где фонтаны, в 8 часов вечера мы представим такой флешмоб с нашим оркестром, с нашими артистами. Думаю, тоже будет интересно и весело, и приятно у воды, у фонтанов посмотреть. 28-й четверг, четвертый тоже четверг будет. Так совпало, что мы сегодня только встретились. У нас было сегодня собрание коллектива. У нас сегодня уже две репетиции большие. И, в общем, надо было какое-то время на то, чтобы продумать эти костюмы, сделать всякие лозунги. Это будет сопровождаться всякими транспарантами, лозунгами. И не только серьезными, но и смешными. Я надеюсь, что все получат от этого удовольствие. А четвертого в котором часы? А четвертого в 20 часов, когда начинают работать фонтаны. Начнет работать фонтан первый заезд, если можно так сказать. А потом начнется наш флешмоб в Аркадии. Вот мы сегодня собрались, начали говорить о сезоне, следующем. Поздравили предварительно тех юбиляров, которые у нас будут в этом году. У нас их немало вместе с юбилеем театра. Еще у нас есть, ну, самый важный, это Евгения Михайловна Демская, исполняя в ноябре, исполняется 70 лет, как она работает в театре музыкальной комедии. Сначала о львовском, потом о одесском. Но, чтобы никого не смущало, конечно, театр был организован в ноябре 46-го года во Львове. Но первый свой спектакль сыграли 20 марта. 47-го года. Поэтому праздновать мы будем наш юбилей уже весной. А сейчас вот Евгения Михайловна, единственный человек, который с первого дня, который сегодня работает. Есть еще Нина Петровна Щербинина, наш гример, которая приехала и тоже вместе из Львова и работала все это время. И там, и здесь, у нас, в Одессе. Но, к сожалению, она уже не работает. А в Демской что, получается, одна запись трудовая? Нет, у нее есть до нас трудовые записи. Она работала в филармонии. У меня на язык сколько с ней лет, ну ладно. Нет, много она этого не скрывает. Она большой молодец. И она, когда сегодня пришла ко мне в кабинет после собрания, чтобы еще раз уточнить, а что ей одеть завтра на наш марш? Что ей взять с собой? Я говорю, прекрасное настроение, себя любимое, а мы уже вас понесем, будем приветствовать. Потому что, действительно, надо отдать должное этой колоссальной жизненной энергии, которая есть в этом человеке. И Ляля Иванова сегодня тоже была с нами и очень так весело ко всему относилась. И анекдоты рассказывала. Так что вот так мы откроем свой сезон. Ну, естественно, коль скоро сезон юбилейный, то, наверное, он как-то должен по-особому и проходить. Хотя говорить о театре музыкальной комедии, что в нем очередной сезон будет проходить по-особому не так, как предыдущий, трудно. Потому что у вас каждый сезон особый. У вас каждый сезон колоссальное количество премьер и достаточно удивительных. Да, я сегодня на собрании сказала, что легких, несмотря на то, что обычно в юбилее и так подводят итоги, а мы только строим планы. И мы буквально там с понедельника начинаем работу над новым спектаклем. И первой нашей премьерой этого сезона будет мюзикл. Ну, он такой, можно сказать, переходной между оперетой и мюзиклом. Это Пауль Абрахам, Бал в Савуе. Вот такой у нас будет мюзикл. Где-то, я думаю, в конце октября мы этот спектакль должны будем выпустить. Дальше будет параллельно работа над двумя спектаклями. В ноябре мы начнем работу над спектаклем для детей, который мы традиционно выпустим к Новому году. Это будет произведение украинских авторов Игоря Поклада и Александра Вратарева. Оригинальное название было-не было. Еще не знаю, будет ли это. Но эта сказка, благодаря особенной музыке, выдающейся песенник, как Игорь Поклад, будет очень такая человечная и национальная, хороший такой. В Киеве идет этот спектакль в театре молодежном, в детском, вернее, театре оперы и балета. И там он идет под названием «Як казаки, змия приборковалы». Ну, поэтому понятно, что там есть будут и казаки, и национальные песни. Часть песен будет на украинском языке. Как всегда, детский спектакль у вас очень яркий, очень красочный. Ну, очень надеемся, что получится ставить, будет молодой режиссер, наш штатный режиссер Денис Костырко. А, я не сказала, что Болсовое будет ставить Владимир Иванович Подгородинский, наш главный режиссер. Ну, я догоняю. Одновременно с работой над детским спектаклем начнется работа над спектаклем «Проделки Ханумы». Гея Кончелли. Мы много лет думали об этой постановке по разным причинам. Даже уже начинали работу с режиссером, но по разным причинам это не получалось. Потом наш русский театр в прошлом году заявил о том, что они берут к постановке это произведение. Мы притормозились. Понятно, зачем нам в Одессе иметь два спектакля одинаковые. Но русский театр по разным причинам организационным отказался от этой постановки. Мы сразу опять за это ухватились. И ставить этот спектакль будет режиссер, которого уже хорошо знают одесситы. По двум спектаклям «Джазе только девушки» и «Обыкновенное чудо» Дмитрий Белов. Художником будет Станислав Зайцев. Всех этих трех спектаклей художников и костюмы будут разные. И балетмейстеры будут разные. Потом мы дружно отметим Новый год. И сразу начнем, продолжим работу над Ханумой. И я надеюсь, что в середине 20-х числа февраля мы этот спектакль выпустим. И подарком к юбилею, подарком Одессе, нам, театру, будет постановка, полноценная постановка спектакля «Белая акация». Да. Мы долго обсуждали, думали о том, как будем праздновать юбилей. И решили вот так отпраздновать юбилей. Потому что в этом году еще исполняется 60 лет со дня написания и первого представления «Белой акации». Поэтому эти два юбилея, наши 70 и эти 60... Он был поставлен, а в 57-м, по-моему, был снят фильм. Фильм, да. И мы решили этим спектаклем отметить юбилей. В этом спектакле будет два состава. Один, так называемый, звездный, корифейный состав. И второй состав исполнителей будет молодежный. Для того, чтобы была такая преемственность. И чтобы этот спектакль опять стал чайкой нашей. Что говорится. И особенностью этого сезона еще будет то, что дай бог, чтобы мы все были здоровы. Это самое главное. Финансов хватило выполнить эти наши планы. И сразу мы планируем, в общем, это все празднование весной, ближе к маю, где-то во второй половине апреля, выпустить этот спектакль и отпраздновать наш юбилей, получить поздравления от наших друзей, коллег. Все равно без праздника не обойдешься. Но будет у нас праздник этой премьеры. И мы приступим еще в этом сезоне. Мы традиционно уйдем в конце июня в отпуск. Мы начнем работу по постановке классической опереты, которую давно ждет наш публик «Цыганский барон». Много лет уже этот спектакль. Его нет в нашем репертуаре. Но, вы знаете, у меня в памяти это отпечаталось. Цифра 1200. Предыдущая постановка спектакля, берлиндовская постановка, которая началась еще на сцене, естественно, старого театра и очень давно, прошла в театре более 1200 раз. Поэтому мы думаем, что это тоже будет интересно публике. То есть все спектакли, которые я называю, это все спектакли-шлягеры. Поэтому я очень надеюсь, что мы удовлетворим запросы любой публики, которая, в принципе, театральная и хочет ходить в театр. Я думаю, что им будет в этом сезоне с нами интересно. Куехидную можно реплику? У зрителей пресыщения не возникнет? Это же какая у вас афиша сумасшедшая, просто извините. Думаю, что возникнет. Не возникнет. Вы, извиняюсь, захлопнули дверь прошлого сезона Моисея. Нет, он мне прошлый, мой веселый вдовой. Мой веселый вдовой, да. Но перед этим был Моисей, который тоже, он просто покорил, он поразил, он удивил, плюс вы с ним ездили на гастроли. Кстати, какие-то гастроли еще будут подобные? Ну, мы надеемся, мы сейчас ведем переговоры и с Америкой, и с Германией. Конечно, очень сложно вывести большой коллектив, ведь в Израиль нас ездило 65 человек. Только перелететь в Америку, сколько это будет стоить, это все... Галеру на весла. Это все, это очень долго, тогда мы надолго оставим одесситов, мы не можем себе такого позволить. Но я надеюсь, что вот гастроли в Германии могут состояться в апреле следующего года. Ну, вот все зависит от нашей премьеры. Вот мы когда уже поточнее сложим свои планы выпускные, тогда уже сможем и поточнее говорить с нашими партнерами. Надеюсь, что получится. Много интересных предложений. Вы знаете, после гастролей посыпалось много, и опять мой интернет забит пьесами, музыкальным материалом. Ну, очень... Не все достойно внимания, но тем не менее предложений много. Ну, интерес, конечно, интерес надо подогревать. Нам бы немножко денег и еще одну сцену, и тогда мы могли бы параллельно делать очень многое. Дело в том, что у нас сцена очень востребована и спектаклями нашего театра, и гастролерами. Поэтому у нас очень мало времени на постановке свободного. Мы не можем себе позволить долго не работать. Но думаем, что мы все-таки поднапряжемся и все успеем. Может, как-то расширить театр сюда, вот в сторону стадиона «Спартака». Не надо. Вот. Убрать в боковые карманы, убрать эту самую стоянку. И будет два входа в театр? Ну, два входа, две сцены нам нужно. Одна репетиционная, большая. Хоть у нас залы, конечно, позволяют репетировать большие спектакли. Ведь у нас площадь репетиционного зала точно совпадает с площадью сцены. Поэтому мы долго можем репетировать. Но просто там для обзора, для такого большого количества людей, как занято у нас обычно на сцене, сложный режиссеру, постановщику, балетмейстеру. Да, жанр такой, что малую сцену не откроешь. Смысла нет. Да. И мы все время хотим что-то создать такое небольшое в фойе. Но у нас в фойе летом жарко, зимой холодно. Трудно его как-то эксплуатировать. Репетиционные залы и так у нас забитые работы. У нас кроме того, что мы работаем и репетируем утро-вечер, у нас еще и студия работает и очень активно. Большой тоже интерес к нашей театральной продленке. Слухи расходятся. Дети привозят своих соучеников, друзей. Поэтому мы даже в этом году, у нас очень маленький будет набор. Никто практически не уходит. Все остаются с нами. И мы занимаем детей в наших спектаклях. И я думаю, что и в новом детском спектакле тоже детки будут обязательно наши работать. Если будете так продолжать дальше, то потом придется в театре еще открывать училище театральное. Вы знаете, может быть еще есть у меня за столько лет работы еще одна такая несбывшаяся моя мечта. Это все-таки открыть в Одессе театральные отделения. В консерватории, в академии, в университете. Я уже веду переговоры и с двумя киевскими вузами, институтом Глиера и институтом театрально-циркового искусства. Тоже веду переговоры о том, чтобы открыть здесь отделение. У нас есть... Было бы, конечно, логично в нашей академии музыкальной. Потому что, во-первых, у них есть оперная студия. Есть где репетировать, где ставить... Ну, там, конечно, не такая громадная сцена, но все-таки она есть. Пока у нас чего-то не получается. Инициатива не встречает ответной реакции, позитивной. Поэтому пока у нас есть Владимир Иванович Подгородинский. Кроме того, что он хороший режиссер, он еще и хороший педагог. И много лет был профессором Санкт-Петербургской театральной академии. У него богатый опыт. И его опыт грешно им не воспользоваться. Ну, пока, к сожалению, не получается. Но вот я думаю, что за мою карьеру театральную, за годы моей работы, вот если я еще и это смогу сделать, все-таки довести это до ума, то, наверное, я много чего успела сделать. Нет, действительно, идея колоссальная, идея очень верная. Потому что... Я начала с деток, может быть, получится. Да. Потому что в городе, действительно, в городе существует достаточное количество различных курсов творческих. Ну, на той же киностудии, где я тоже работаю. Вот. И видишь, сколько талантливых, обалденных деток у нас растет. И получается, что это потом как-то в никуда. Потому что они делают первые шаги, в них попадает вот эта бацилла. Но не все потом продолжают... Потом они едут учиться. Но они едут, уезжают. И мало кто возвращается, к сожалению. Еще одна интересная, думаю, нашу публику заинтересует. Еще одна ситуация, которая у нас возникла. И мы, думаю, что сможем с ней в этом году справиться. Мы хотим, и сделали уже для этого первые шаги, создать театральный музей. Настоящий театральный музей, который будет интересен, интерактивен. И мы начали активную работу. Уже на столе у меня в кабинете стоит макет, который Станислав Николаевич Зайцев, наш главный художник, придумал. Как музей этот будет выглядеть. И мы уже даже начали работу с нашим театрально-художественным училищем, чтобы они нам помогли материально осуществить, вы слышали, сколько спектаклей, и все это делают одни цеха. Поэтому мы решили подключить наше училище, поработать с ними, чтобы в этом году, я очень надеюсь, что к апрелю месяцу мы уже сможем, может быть, не весь музей, как мы его задумали, но частично показать. Кроме того, что мы еще делаем этот музей, мое кредо такое, что всем должны заниматься профессионалы. Поэтому я обратилась в Кривический музей и получила очень сразу положительную ответную реакцию. Попросила их о помощи в создании музея. И они с нами активно работают сейчас с нашими фондами. А он будет на территории театра расположен? Или это отдельное помещение? Нет, он будет, нам никто отдельное помещение не даст, мы не будем даже об этом думать. Мы это делаем, у нас много площадей. На третьем этаже, где у нас уже существует некая такая музейная часть, где стоят макеты и два крыла, которые нависают над большим фойе, вот на этих двух крыльях и там же, где сегодня располагается часть музея Водянова и макеты, вот в этих двух частях на третьем этаже фойе театра будет размещаться музей. Но все равно там площадей не так уж и много. Я так думаю, что выставить есть что. Ой, есть, конечно, но благодаря тому, что сегодня... Ну, нужно здесь и свой музей Бахрусова, в конце концов. А я, между прочим, предлагала в свое время, когда стоял вопрос о музее морского флота и о том, что очень много экспонатов погибло и очень много нужно сделать там ремонтных работ для того, чтобы там опять создать морской музей. Я предложила театральный музей создать намного проще. У нас очень много декораций. То есть вот то, что надо было бы делать ремонтом, можно было бы закрыть декорациями, которые в каждом театре, их достаточно. А история наших театров очень богатая, очень интересная. Я думаю, что мы могли бы и с Бахрушевским музеем посоперничать в том, что у нас есть. Сохранено много и костюмов, и деталей декораций, и, во-первых, эскизов, фотографий, конечно, огромное количество. Но благодаря тому, что сегодня существует... А какая богатая работа для экскурсовода? Ведь сколько же можно рассказывать... Сегодня очень много можно поместить. Вы говорите о площади. Сегодня, благодаря информационным технологиям, этим столам интерактивным, доскам интерактивным, намного легче уместить большое количество информации. Сегодня дома можно в любой музей, пройтись по музею, просто не выходя от компьютера. К одной стороне, это хорошо, потому что не все могут поехать в Прадо или в Лувр. Далеко не все. А с другой стороны, и в музей, который ходит за углом, находится, в который ничего не стоит пойти, и стоит билет 15-20 гривен, тоже не ходят, к большому сожалению. Во всем есть свои за и против. Прогресс где-то ведет действительно к большому количеству информации, которую может наша молодежь поглотить и узнать. А с другой стороны, она перестает, дает возможность общения людям. Пропадает тактильность вот эта. Да. Есть хорошее. У меня были на прошлой неделе ребята, которые активно включились в художественный музей. Они там во дворе, во-первых, они подлечили эти кустарники, которые там... Они там кафешку делают. И они делают... Молодые ребята, активисты, делают все для того, чтобы... Я думаю, чтобы они еще прошли через залы музея и знали, что там выставлено. Прошли, знают, они помогли, да, они помогли сделать выставку. Я вообще, я что, мы о театре вообще говорим. Они помогли сделать выставку реставрированных картин и икон, выпустили на свои деньги, выпустили буклет. Молодцы. Сумасшедший совершенно, там, десятки-десятки тысяч. То есть они увлекли... Мы тоже ждем у себя волонтеров. 20-25 лет, и они сначала для себя его открыли, вот. А потом захотели кому-то еще... Мы бы очень хотели, чтобы к нам пришли волонтеры, чтобы к нам пришли помощники. Не говоря уже, конечно, о меценатах и спонсорах, которых как не было, так и нет, к большому сожалению. А очень бы хотелось, чтобы нам помогали и получали от этого удовольствие, чтобы никого не надо было звать, чтобы приходили сами. Театр очень интересен. Те люди, которые действительно... Мы уже как-то приводили этот пример, что во время войны, когда пытались в Англии сократить расходы на культуру, когда было заявлено, что зачем мы тогда воюем? Зачем мы воюем? Это Черчилль. Это просто действительно... Вот скажу сейчас такую, постараюсь, хлесткую вещь, что просто тот, кто финансирует культуру по остаточному принципу, вот тот человек и культурен по остаточному принципу сам по себе. Вот, потому что так... Вы рискуете, Саша. Ну и господи. Михаил Клэвович. Нет, ну дело в том, что действительно, мы всегда говорим хорошо, а когда дело касается дела, то извините, ну сегодня не тема дерибанной олигархии и так далее, увы. Ну, мы вообще очень далеки. Честно, я вам могу сказать, что я, в общем, сегодня на собрании о том сказала, я благодарна областному бюджету за то, что нас поддерживают, и так как нас поддерживают последние годы. Ну, не говоря о том, что там определенный процент заработной платы нам финансируют. Сейчас в связи с поднятием резкие цены на электроносители, если бы нам не помогли, мы бы просто не смогли вообще ничего ставить, но все бы уходило в эту яму. Но сейчас вот мы обратились и нам помогли, и мы приобретаем серьезное оборудование для сцены, свет, звук. Конечно, это, ну, может быть, сотая часть того, что нам вообще действительно необходимо для полной модернизации, и чтобы мы пришли к современному, настоящему современному уровню. Но, тем не менее, и это большое спасибо. Нет, ну спасибо огромное, конечно. Я понимаю, что у них бюджет тоже не резиновый, это ясное дело. Сегодня вообще непонятно. Спасибо большое от внимания, и слава богу. Лена Григорьевна, последняя минута нашего эфира. Что еще не договорено, договаривайте. Договариваю только одно, что мы работаем для зрителей, и без зрителей театра не существует. Мы очень хотим, чтобы вы были с нами, чтобы вам у нас было хорошо. Ну, а я еще раз напомню, что в этот четверг, то есть те, кто смотрит в прямом эфире завтра, 28-го число, в 19 часов стартует марш в театр. Он стартует от пассажа, идет по Дерибасовской, по центру города, по бульвару, и заканчивает возле колоннады. И большое фото на колоннаде со всеми, кто будет с нами. Вот. И потом на следующий день, 29-го, в 18.30 стартует юбилейный, 70-й сезон нашего любимого театра музыкальной комедии. Не упустите, пока отпуска, пока лето. Как раз театр готовит вам огромную обойму самых полюбившихся спектаклей, самые последние премьеры. Вы не пожалеете, если день проведете на море, а вечером, возвращаясь с моря, заглянете в театр. Только, пожалуйста, не в шлепанцев, да? Только не в шортах. С нами была Лена Григорьевна Редько, директор театра музыкальной комедии Неводянова, заслуженный работник культуры Украины, Лена Григорьевна. Хорошего сезона. Я с вами стучу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова